Здравствуйте, друзья. В Чите живут люди, у которых дома нет горячей воды уже 30 лет. А когда кто-то из них пытается включить электрический бойлер, чтобы подогреть воду, у них нет еще и электричества. Проблема тянется уже с 91-го года. Именно тогда перестала работать местная котельная, и дом по малой 4 остался и без воды, и без электричества. На реконструкцию квартальных сетей необходимо около 13 миллионов рублей. Вот и остается ждать, когда хоть кто-то поможет им с решением проблемы. Ельцин не помог, Путин не помог. Может, хоть Зеленский сейчас как-то эту ситуацию сдвинет. То есть то, что вы видите, это обожженные, уже переломанные шины. Вот эти автоматы уже фактически не действуют, к нему ничего не подключено. Так что квартиры не защищены, как и жизнь наших жильцов. Как это они защищены? А пластиковая бутылка ради кого? На черную изоленту надета. Сталкиваемся с тем, что коммуникации дома не позволяют эксплуатировать такое количество водонагревателей, и поэтому у нас проводка регулярно горит. Люди в прямом смысле живут на пороховой бочке. Проводка ежегодно и по нескольку раз горит от перенапряжения. А прежде чем помыться самому или убрать дом, приходится по несколько часов ждать, пока бойлер нагреется. При этом коммунальные платежи за горячую воду никто не отменял. Они все так же исправно поступают на счета жителей. 30 лет платят за горячую воду, которой нет в крайне вот уже 30 лет. Не смеетесь? Не смешно? Это Россия. Ориентировочно в 2023 году мы хотим завершить работы по проектированию и приступить к выполнению ремонтных работ уже только в 2024 году. Да, только не смейтесь. Потерпеть еще надо. Главное, чтобы ответ комитета ЖКХ не стал пустым обещанием и людям действительно помогли. Жильцы, которые больше 30 лет пытаются добиться обычных благ цивилизации, готовы ждать. 30 лет ждут горячей воды и говорят, мы и дальше подождать готовы. Терпилы, которым аналогов нет. Алексей Навальный получил Оскар, выданный киноакадемией. А Владимир Путин получил ордер на арест, выданный Международным уголовным судом. Так изящно, по-моему, он еще никого не переигрывал. Вы сами ребенка установили из Борюполя, да? Да. А я говорю, благодаря вам. Благодаря вам, сдает один соучастник преступления другого соучастника преступления, прямо на камеру. Маленький? Нет, 15 лет. Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка из Донбасса. Сложно, но друг друга точно любим. Не, ну если передача тебе в Гагу носить будет, то значит любит. Скоро узнаем, любит тебя или нет. Самый главный. Это да. Я думаю, что со всем расправимся, правильно? Конечно. Нью-Йорк Таймс пишет, что без исполнения ордера Международного уголовного суда снять санкции в России в будущем будет невозможно. Короче, выдадут вас обоих с потрохами Гагскому правосудию. Следующие обитатели Кремля. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. Поэтому с данным органом Россия, повторяю, не сотрудничает. А возможные там что-то такое, какие-то рецепты на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными. Муаммар Каддафи после аналогичного ордера Международного суда прожил всего 4 месяца. И да, Ливия тоже не признавала ордер Международного уголовного суда на арест Каддафи. Посмотрите, как нервничает Путин после того, как стало известно, что на него выписали этот ордер. Мы договорились, что Сергей Викторович Лавров сегодня доложит о ходе нашего взаимодействия. Взаимодействие с цивилизованным миром находится на стадии «ну вот ты и приплыл, фраер». Это коротко, чтобы не пересказывать доклад Сергея Лаврова. «Папа, а кто это за здание такое?» «Это, сынок, Нюрнбергский трибунал. Здесь ждут одного гостя дорогого. Вчера ему приглашение выставили». Кстати, в этом году отменили концерт. Годовщине аннексии Крыма. Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим днем воссоединения Крыма с Россией. Ну, конечно, надо же отпраздновать. В следующем году такого праздника уже не будет. Девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор вновь и навсегда стать частью нашей единой большой страны. Валера Залужный говорит, ваше вновь и навсегда закончится уже через несколько месяцев. А политологи говорят, после этого закончится и единая большая страна. Друзья, мои недруги, да просто завистники, много лет пытались найти на меня какой-нибудь компромат, чтобы сказать, смотрите, он тоже не идеальный, и у него есть что-то, чего ему стоит стесняться или стыдиться. Ну нет, ребята, перелопатили всю мою биографию, всю мою жизнь. Ничего не смогли найти, только лишь то, что в 2007 году я рекламировал, не продавал, замечу, а рекламировал. Медицинский прибор «Золотая пирамида». Медицинский прибор, который имел все лицензии Министерства здравоохранения и необходимые патенты. Ну что же, поскольку у меня самоирония, в отличие от многих других, все вот так, я решил в пику тем, кто рассказывает о «Золотой пирамиде», выпустить кондитерское изделие, которое называется «Яйца гордона в шоколаде в «Золотой пирамиде». Все думали, что я шучу. Нет, ребята, я никогда не шучу. Шучу я всегда, но выполняю то, что пообещал. Вот они, яйца гордона в шоколаде в «Золотой пирамиде». Вкуснее яиц, ребята, никто из вас никогда не ел. Всем хорошим людям рекомендовано есть эти яйца гордона в шоколаде от «Кузо». А всем моим недругам и завистникам рекомендовано облизывать яйца гордона в шоколаде три раза в день по часовой стрелке. Может быть, вы станете немножко добрее. Новости из категории импортозамещения. Вместо недружественных магазинов косметики открываются суверенные независимые склады на дому. Тут, опустившись на колени, можно порыться в картонной коробке и с накруткой в 30% купить этот самый желанный «Диор». Синяя изолента на картонных коробках создают атмосферу тепла и уюта. А чтобы процесс покупки был максимально комфортным, на заднем плане играет Вика Цыганова и Ирина Аллегрова. Сёга, привет, с Россией! Мы сейчас всех победим, держитесь подальше от нас. Чисто, я бы сказал, круто мы живем. Вот это наша страна в одном сланге. Вот показывается вся суть нашей страны. Система ПВО, борьба с коррупцией и президентский рейтинг в одном шланге. Частная стоматологическая клиника. Швеция, Стокгольм. Людям ставят пломбы, мосты и отбеливают зубы бесплатно. Приветствую, обман, пересьянин. Стокгольм, Швеция, стоматология, частная клиника. Всё современное новое оборудование. У каждого специалиста персональный рентген. Ну, в общем, всё на должном уровне. По всем европейским стандартам. В чём фишка? Эта стоматология сотрудничает либо с государством, либо с благотворительным каким-то фондом. То бишь, я сейчас нахожусь нелегально в Швеции. У меня нет никаких недокументов, ничего. И вот мой статус. В моём статусе мне всё делают всю помощь, короче, бесплатно. Коронки, лечение, отбеливание, пломбирование. Всё это делается бесплатно. То бишь, мне поставили мост металлокерамику. Всё это было абсолютно бесплатно. Вот, в общем, вот так здесь относятся к людям вот такие вот отношения. сами понимаете, что в России даже живя работая, единицы процентов 70-80 только можешь себе позволить вставить зубы, даже работая на работе. А уж про бесплатно говорить, соответственно, речи никакой нету. Самый популярный запрос в Яндексе сегодня это ордер на арест Путина. А на втором месте как доехать из России до этой клиники?